Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Это может быть одним из самых важных криптовалютных видео, поэтому я советую вам досмотреть его до конца, иначе вы можете пропустить что-то важное. Сегодня один эфир стоит немногим более 1 тысячи долларов. Всемирно известный инвестор Рауль Паль думает, что к пику текущего булрана эфирю может вырасти до 20 тысяч долларов. В данном видео мы детально разберем его утверждение и постараемся понять, а почему один эфир может стоить 20 тысяч долларов, по крайней мере, исходя из слов Рауля Паля. Возможно, многие из вас не знают, но Паль настолько талантливый инвестор, что закончил свою деятельность в 35 лет и переехал на Каймановы острова отдыхать. Так что, когда Рауль Паль говорит, что что-то это хорошая инвестиция, обычно люди прислушиваются к этому совету. Я постараюсь объяснить вам буквально все в этом видео. Если вам нравится такой контент, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Давайте наберем хотя бы 4 тысячи лайков под этим видео, это очень мотивирует на создание новых и помогает каналу расти. Но прежде чем мы перейдем к прогнозу эфириума за 20 тысяч долларов, давайте немного обсудим эфириум в общем. Посмотрим полную картину. Если вы долго следите за криптовалютным рынком, вы знаете, что и в этом цикле частый эфириум точно является той монетой, за которой стоит следить. Мы уже очень долгое время обсуждаем аргументы за и против эфириума. И давние участники рынка знают, что в 2018 было множество ситуаций, которые влияли на негативный медвежий нарратив вокруг эфириума. Точно так же было и в 2019 и даже в начале 2020. Позитивный настрой по отношению к эфиру появился только лишь в середине 2020 и пока что все идет хорошо. Я думаю, если вы все еще не видите рост эфириума, и я не имею в виду его цену, я говорю про экосистему, инфраструктуру, партнерство и так далее, то скорее всего вы сделали осознанный выбор игнорировать вторую по размеру криптовалюту. Хорошо это или плохо, но в данном цикле многие люди считают эфириум одной из криптовалют, за которой точно нужно следить. Если вы уделите немного времени для изучения всей этой ситуации, как это сделал я, то вы начнете понимать, почему произошла смена настроения вокруг эфириума. Например, пока многие думают, что комиссии в сети эфириума сделают ее непригодной для использования, то есть фактически оттолкнут проекты, которые планировали создаваться на базе эфириума, на самом деле мы видим абсолютно противоположную картину. Несмотря на высокие комиссии, которые на самом деле реально довольно высокие, проекты, которые бы могли развиваться в более дешевых блокчейнах, которые, кстати, называются убийцами эфириума, все равно обращаются именно к сети эфириума. Когда-то многие верили, что правительства будут бороться с эфиром, противостоять ему. Все вышло наоборот. Кажется, что не наоборот, довольно открыты в сторону эфира. Даже прошлогодний председатель комиссии по торговле товарными фьючерсами хорошо отзывается об эфириуме сегодня. Прежде чем мы перейдем к прогнозу эфириума за 20 тысяч долларов от Рауля Паля, я хочу, чтобы мы все были на одной волне. Так что, если вы все еще негативно настроены по отношению к эфиру, я думаю, что вам нужно принять во внимание следующие три вещи, которые в начале прошлого года совсем не были очевидными. Первое – это PayPal. По состоянию на сентябрь прошлого года, то есть не так уж и давно, PayPal уже продавал 4 криптовалюты, одной из которых был эфир. Фактически, PayPal рекламировал эфириум для своих 360 миллионов пользователей. Кстати говоря, количество этих пользователей постоянно растет. На данный момент в обороте эфириума находятся лишь чуть более 114 миллионов монет. И это означает, что его не хватит даже для удовлетворения всех пользователей PayPal. Только лишь одной компании, вдумайтесь. Каждый пользователь PayPal не сможет даже купить один целый эфир, если захочет. Даже если эфириум утроит количество циркулирующих монет, каждый пользователь все равно не сможет купить один целый эфир. Второе – более 95% всех криптовалютных бирж, да и криптокомпаний тоже, которые разместили у себя биткоин, разместили и эфириум. Кстати, эти же биржи поддерживают эфир не только инфраструктурно, но и как криптовалюту и проект. Даже подыскивают каких-то пропагандистов, чтобы они отправились на телевидение и объяснили там, что такое эфир. На медвежьем рынке всем на это наплевать. Но вот на бычьем рынке такие вещи однозначно толкают цену вверх. Третье – давайте поговорим о важности того, что многие известные инвесторы очень позитивно настроены по отношению к эфиру, чего никогда раньше не было. Например, тот же Рауль Паль, известный инвестор, бывший менеджер хедж-фонда Goldman Sachs. Это парень, который обрел славу задолго до того, как биткоин был изобретен. Он настолько хорош в инвестировании, что фактически вышел на пенсию в 35 лет. Итак, публично Пал всегда был позитивно настроен только к биткоину. Поверьте мне, в свое время каждый называл его безответственно уверенным в биткоине. Даже известный биткоин-максималисты очень сильно этому удивлялись. И вот теперь он говорит о своем позитивном настрое по отношению к эфиру. Суть в том, прав или нет Рауль Паль в отношении эфириума, но так же, как и с биткоином, внезапно для других известных и узнаваемых инвесторов стало нормальным быть положительно настроенными по отношению к эфириуму. Именно так это и работает. Сетевой эффект. Давайте просто будем реалистами по отношению ко всему. Биткоин-максималисты в прошлом цикле унижали эфириум к месту и не к месту. Да, в чем-то они были правы, но нужно смотреть на текущую реальность, а не просто на то, что мы хотим увидеть. Сейчас мы находимся на бычьем рынке, так что давайте перейдем к основной теме. Сможет ли эфириум достигнуть цены в 20 тысяч долларов за монету в текущем цикле? Напишите свой ответ в комментариях, но Рауль Паль думает, что да. По факту, недавно он опубликовал целую ветку из 7 твитов, разбирая данную тему. Вот его обоснование, обратите внимание на каждый твит. Один эфириум будет стоить 20 тысяч долларов США к пику текущего цикла, либо может стоить, судя по словам Рауля Паля, из-за чего-то под названием закон Медкалфа, который применяется к биткоину, а значит вполне может также применяться и к эфиру. Что такое закон Медкалфа? Это популярная идея, которая пришла во время интернет-бума. Проще говоря, в ней утверждается, что ценность сети пропорциональна половине квадрата количества ее пользователей. То есть, если у нас есть 2 человека в сети, это 1 соединение, если 5 человек, то это 10 соединений, если 12, то это 66 соединений и так далее. Мы можем взять этот закон и применить его к биткоину, а затем применить его и к эфириуму. Рауль пишет, мы создали нашу собственную модель, чтобы продемонстрировать простой закон Медкалфа, используя активные адреса и цену актива. Сложно поспорить с тем, что ценность биткоина заключается не в этом. Тоже можно сказать и о рыночной капитализации. Угадайте, что? Эфириум выглядит так же, как и ранний биткоин. В этой модели биткоин опережает эфириум на 5 лет. То есть, на графике вы видите и биткоин, и эфириум. Если вы сравните их, то увидите, что эфириумные адреса растут аналогично биткоин адресам в начале, так как эфир пришел значительно позже, чем биткоин. Ой, как же так, эфир выглядит, как и биткоин. Закон Медкалфа, возможно, является ключом к цене обоих активов. Это график соотношения активных адресов к цене эфириума. Однако, рыночная капитализация эфириума растет быстрее, чем у биткоина в той же точке, от первого миллиона активных адресов. Если что, биткоин обозначен белым, а эфириум синим. Слева рыночная капитализация, а снизу активные адреса. И мы видим, что эфириум фактически растет намного быстрее, чем биткоин в свое время. Вот блин, правда? Неужели ценовая структура эфириума идентична структуре биткоина, когда у него было такое же количество адресов? Но кто-то же думал, что это бесполезный щиткоин. Нет, этого не может быть. Но на долгосрочном графике цена и ценовая структура тоже одинаковые. Что за черт? Но ведь только лишь биткоин это истина. Такого просто не может быть. Посмотрите, насколько близки ценовые структуры биткоина и эфириума. Все это в соответствии с Раулем Палем. Не мои слова. И не мои мысли. У них одинаковые движения вплоть буквально до доллара. Блин, все это лишь закон Меткалфа с разным повествованием для каждой экосистемы. Заметьте, что цены абсолютно одинаковые. Мы не делали подгонку для цены. Мы делали подгонку для миллиона активных адресов. Да, исходя из слов Рауля Паля, эфириум в этом цикле может достигнуть 20 тысяч долларов. Так же, как и биткоин в прошлом цикле. Но рыночная капитализация эфириума будет значительно выше. Все это подразумевает то, что на протяжении текущего движения со стоимостью эфириума выше тысячи долларов США на момент этого видео, он может сделать 18 иксов и вырасти до 20 тысяч долларов. Опять же, по словам Рауля Паля. Однако, я тоже положительно настроен к эфиру. И если он будет стоить 20 тысяч долларов, то я, конечно же, буду очень-очень рад. Ведь я тоже являюсь холдером эфириума. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова